Рустам Кубик из Казани начал рисовать на улице Горького еще до официального открытия фестиваля. Тема простая. Люди все больше времени проводят в гаджетах. И наоборот, все меньше обращают внимание на то, что происходит вокруг них. Например, на красоту природы. Местные жители фотографируют дом и благодарят художника. Тот говорит, что эскиз просто ждал своего времени. Когда я увидел такой формат стены, то подумал, почему бы этот эскиз не использовать здесь. Мне все нравится. Комфортно работать. А это студенческая 19. Здесь Алексей Кислов собирает в единое целое неформальные символы Нижнего. Например, нарисовал бабушку, которая поет на Покровской. В районе Водника мне очень понравились большие, если я не ошибаюсь, ивы. Такие, мне кажется, им лет 300, наверное. И вот поэтому есть у меня дерево. Есть такие более типичные символы. Это купеческие дома и Волга. Сюда автор добавил и трех котов с любопытными мордами. Двигаемся в другую часть города. Тут, в портовом переулке, творит Кирилл Ведерников. Художник уже давно отказался от баллончиков, рисует кисточкой. Новая работа не исключение. Она посвящена Нижегородской ярмарке, куда привозились товары из разных уголков мира, в том числе и с Востока. Так появилась торговка. С одной стороны, это обычная женщина, которая торгует на ярмарке. А с другой – обращение к прошлому и размышление о влиянии восточных традиций на русское общество. Здесь вообще очень много на самом деле символов. Я специально старался больше деталей сделать, потому что каждая деталь имеет определенную отсылку. Любопытные рисунки появились и на улице Карла Маркса. Это совместный проект Александра Демы и Василия Эластэ. Один из Рязани, а другой из Ангарска. Что удивительно, работа располагается на двух домах. Дети смотрят друг на друга. Эти образы чем-то напоминают иллюстрации из детских книг. В этом фестивале места участвуют 17 художников из разных городов, рисуют и местные авторы. На следующий юбилейный год планы не менее грандиозные. Надеюсь, в следующий год получится сделать еще масштабнее и привести и на странных художников, которых мы планировали еще в этом году. Мы держим связь. Они уже даже делали конкретные эскизы на предложенные нами объекты. Поэтому надеюсь, что в следующем году получится фестиваль заявить на международном уровне. Сейчас нижегородцы могут застать художников на местах. Для тех, кто хочет узнать об уличном искусстве больше, проводятся экскурсии. Фестиваль завершится 23 августа. Дарья Кульбакина, Михаил Гридников. Время новостей. Дарья Кульбакина, Михаил Гридников.